Спонсор данного ролика Dark Store. Именно в Dark Store ты сможешь приобрести души по самым низким ценам с монетами в подарок, ну или также случайно редкое снаряжение. Кстати, в Dark Store еще ни один человек не был забанен, цены самые низкие, все услуги только для Android. Ссылочка на Dark Store есть в описании. Всем ХАИКС, с вами DarkX и сегодня в Mortal Kombat Mobile у нас с вами будет открытие наборчиков. И это, конечно же, алмазный набор «Кожаное лицо». Наконец-то пропал уже набор с Фредди Крюгером, я докачал его до 10-го слияния и я очень сильно ждал набор Джейсона Вурхиса, вот этого, но он не выпал. Точнее, он не появился, блин, он не выпал. Появился набор «Кожаное лицо», а набор Джейсон появился донатный и здесь просто карточка Джейсона и все. Видимо, через 3 дня появится алмазный набор Джейсон Вурхис, там еще слэшер будет неостановимый. А сегодня у нас с вами открытие наборчика «Кожаное лицо». Он точно такой, как набор Фредди Крюгера, падает «Кожаное лицо» с вероятностью 4% или «Алмазка» 10% или «Золотой персонаж испытаний» 86%. Ну а прежде чем мы начнем, я хочу вас попросить прямо сейчас поставить свой лайк под этим роликом, ну а также подписаться на мой канал и нажать колокольчик. Ну а теперь переходим к открытию. Не знаю, мне кажется, как будто разработчики специально как бы оттягивают нам момент, то есть, блин, мы множество людей, с кем я общаюсь, там подписчики, знакомые, хотят Джейсона Вурхиса. Ждали набор Джейсон Вурхис, а они нам «Кожаное лицо». Сразу был пак Фредди Крюгера. Теперь пак «Кожаное лицо». Ну следующий, точно, через 3 дня будет «Алмазный набор Джейсон Вурхис». А я помню, как я открывал «Алмазный набор Джейсон Вурхис» и оттуда... Оттуда падал Джейсон Вурхис «Алмазочка» либо слэшер золотой, очень классный, либо неостановимый, ну или персонаж испытания. Так что, блин, получается, «Алмазный набор Джейсон Вурхис» будет самый жирный. Ну, если наборчик за души, а не донатный, то, что я вам показал в начале ролика. Так, ждем открытия. О, интересно, с какого набора сегодня нам выпадет «Кожаное лицо». Здесь же еще вероятность «Алмазочек» есть, кроме «Кожаного лица». Так, «Тремор», «Слияние». Дальше. Тоже цена точно такая, как на Фредди Крюгера, 280 душ, шансы все точно такие, только вместо Фредди Крюгера здесь «Кожаное лицо». И у них даже и пассивки похожи. Фредди Крюгер делает что-то типа критов, но он там, например, двум противникам. А этот может любому противнику, но только на время наносить повышенный урон. И у Фредди Крюгера на 300%, а у «Кожаного лица» вроде на 200%. А, или там, если прокачать, пассивочка там больше будет. О, темный Рейден, мощь. Я уже за него играл. Качал ему 50-й уровень. «Войны фракции», кстати, вот играл сегодня. Миллион кунаев набрал. Там миллион 30 тысяч. Не, миллион 50 тысяч. У меня претендент 2 на момент записи данного ролика. Там даже есть целый 1% вероятности выпадения Нуб Сайбота в награду за «Войны фракции». Не знаю, выпадет он или нет. Было бы классно, если бы выпал. Мне подписчик писал, что ему с вероятностью 1% выпал Нуб Сайбот. Блин, не знаю. Если это так, то это очень классно. Я в комментариях видел под каким-то своим роликом. Так. Дальше. Было 24 тысячи душ. Уже остается 22 940. Но кожаное лицо мы с вами так и не получили. Не знаю, будет ли он лучше, чем Фредди Крюгер. Но Фредди Крюгера я уже реально за эти дни навыбивал. У меня Фредди Крюгер 10-го слияния. 60-й уровень ему вкачал. Вообще прям разносит. В всех войнах фракции. Команды МК-11, Триборги. Фигачит все, что видит. О, Триборги. Вот, кстати, Триборг. Хороший. Триборги хоть и золотые, но, блин, когда они в команде втроем, у них там пассивки. Классно получается. В общем, там эффекты негативные и вся фигня. Ну, если Триборги по отдельности, то, я думаю, их легко сломить. Так, опять хохолок. Как жаль. Мелина. О, Мевина нам выпала. Ну, где уже кожаное лицо? Давай, выпадай. Любитель бензопилы. Уже душ потратили на тебя. Целых две тысячи. Давай, выпадай. Все. Я знаю множество людей. Выбивает какую-то алмазку с первого пака. Там Фредди Крюгера мне скрины кидали. И в прошлом году прям куча людей. Все выбивали все с первого пака. Я вообще ничего не выбивал. Ну, в этом году хоть Фредди Крюгера я уже выбил. Даже на десятый, если я не вкачал. Так. Ну, кожаное лицо почему-то выпадать не хочет. Но мы его с вами заставим. А именно вашим лайком. Если вы еще лайк не поставили на этот ролик, то самое время поставить свой лайк прямо сейчас. Два хохолка. Еще лучше. Так. Смотрим. А нет, это не то. Карточка со слиянием. Классический Канна. Я за него даже не играл. Уже вот в режиме Выживший. В Войнах Фракции. Уже за кучу золотых персонажей переиграл. У меня там пол коллекции уже убито. Но я зато миллионку наев накопил. За всех Сонь переиграл. Скорпионы. Там Саб-Зиро. Даже ударные группы Скорпион. Уже там дохлые все. Пол коллекции реально умерло. В режиме Выживший. Но Кана я даже не пробовал. Он слабый. Так. Дальше. О. Эрон Блэк. За него я играл, кстати, сегодня. Что-то кожаное лицо вообще прямо выпадать не хочет. 4% шанс. Но Фредди Крюгера я, наверное, быстрее выбивал все-таки. В прошлом ролике. А кожаное лицо почему-то застрял. И не хочет нам выпадать. Опять один хохолок. Так, так, так. Вот, блин. Ни одна у маска еще за сегодняшнее открытие нам не выпала. Ни одна. Уже почти 3000 и душ потрачено. Где? Давай падаешь. Кожаное лицо. Выпадай. Души есть. Ты должен. Ты обязан выпасть мне на аккаунт. В мою коллекцию. Тут уже, ну, никак. Ну, нет выхода, чтобы ты не выпадал. Тут 100%. Уже 7 минут открываем наборы. А кожаного лица все нет и нет. И опять нет. Не знаю, сколько времени нужно потратить, чтобы он выпал. Может уже скоро. Уже близко. Где-то он выпадет уже. Интернет залагал, походу. А не 4G. Тогда не понимаю, в чем проблема. Ну. О. Значит, игра затупила. Я думал, интернет, а это игра. Пак за 280 душ. Шансом выпадения алмазки в 14%. И ни хрена не пак. Хотя это очень выгодно. Это сейчас самое выгодное предложение, которое есть в магазине. Нас же не выгодно брать персонажей по 250 душ. Или по сколько там душ. Или покупать набор какой-то там испытания, терминатор. Или набор за 150. Вот самый выгодный пак. 280 душ. Шанс 14% на алмазку. Там и, блин. А, и 86 на персонажа испытания. О, наконец-то. Я думаю, мы приближаемся к нашей сегодняшней цели. Так, приготовились. Та-дам. Ура. Топ. Просто топ. Пассивка. Собака на охоте. Не знаю. Я как бы не слышал, чтобы собаки охотились. Лично мой собак сидит дома и никуда не убегает. Но это, скорее всего, про диких собак. Да, дикие собаки. Это же как волки. Они должны охотиться. Давайте еще немножечко. Еще, блин. Еще, короче, пак сейчас откроем. Перейдем к кожаному лицу. Посмотрим на него внимательно. У меня уже рефлекс. Сидел, тыкал, тыкал, открывал эти паки. Тут он выпал, а я дальше открываю. В чем прикол? Там быстрее. Ну, это, понятно, не он. Да, китана. Так, отправляемся к кожаному лицу. Блин, иди отсюда. Ну, твайбот. Так. Вот, Фредди Крюгер. Десятое слияние. 76 тысяч урона. Видели, как надо? Вот. Еще алмазки там всякие. А теперь, где этот? О, 1590 урона на первом уровне. Так его... А, это у меня карточки уже. Короче, пассивка собака на охоте. После выполнения или при получении урона от завершающего комбо-удара, кожаное лицо с вероятностью 30% придет в ярость. Сейчас мы прокачаем, и шанс увеличится. Придет в ярость 300% увеличение урона на 6 секунд. Всякий раз, когда союзника глушит противника, кожаное лицо помогает ему с вероятностью 50% атакуя сзади. Только вот непонятно, союзник это в смысле персонаж из команды ужаса, либо союзник это вообще персонаж, который стоит в отряде. Вот. Такой вот он. С очень классной, эффектной бензопилой. С такой стрёмной маской. Какой-то жирный, пузатый чел в костюм. Ну, я думаю, вы знаете. Персонаж из фильмов ужасов. Техасская резня бензопилой. Я бы вообще не знал, что это такое и оно существует, если бы не Mortal Kombat. Реально, я не смотрел фильмы. Ни Техасская резня бензопилой, ни Пятница 13, ни Кошмар на улице Вязов. Ну, тупо слышал. И в Mortal Kombat его заметил. Всё. Эти фильмы я не смотрел, и как-то особого желания у меня посмотреть их не возникает. Ну, а на этом всё. С вами был DarkX. Увидимся в следующем ролике. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok